Завтра в нашей стране отмечается День физкультурника. О пользе занятиями спортом для здоровья мы поговорим с Татьяной Номировской, главным специалистом по спортивной медицине Минздрава Челябинской области. Татьяна Александровна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вот скажите, пожалуйста, говорят, что спорт, профессиональный большой спорт, он немного отнимает здоровье, а физкультура, она, наоборот, здоровье прибавляет и даёт. Вот где эта грань между спортом и физкультурой, и какая всё-таки польза от физкультуры? Ну, я, знаете, соглашусь, пожалуйста, с вами, потому что на самом деле физкультура, конечно, физические упражнения, конечно же, важны для каждого из нас, но очень важна адекватная физическая нагрузка, то есть для каждого она должна быть индивидуальной, исходя из уровня физической подготовленности, возраста, состояния здоровья и так далее. То есть только в том случае, если она адекватна, она принесёт пользу. А вот может быть есть какой-то ежедневный минимум, который человек должен, допустим, совершать, чтобы быть здоровым всегда? Да. Ну, знаете, специалисты рекомендуют примерно 150 минут в неделю уделять этому. Конечно, лучше это делать минут по 30-20, но каждый день. А делать что, простите? Физические упражнения. А какие-то конкретные? Или это ходьба, бег? Вы знаете, лучше, конечно, выбирать каждому для себя, исходя, опять же, своего темперамента, желания и так далее, потому что физические упражнения, помимо того, что они должны влиять на наше тело, они должны ещё влиять на нашу душу, то есть приносить нам удовольствие, хорошее настроение и так далее. Бег. Все занимаются бегом, сейчас это очень популярно. Многие спорят, есть бегуны утренние, а есть бегуны послеобеденные или вечерние. Вот когда полезнее? В какое время суть? Вы знаете, тоже зависит от особенностей человека, организма. Кто-то жаренки, кто-то совы. Я, например, люблю заниматься вечером, утром мне очень сложно заниматься, поэтому, а кому-то утром, для кого-то утро – это самый активный период дня, поэтому тоже каждый выбирает для себя. Деньги ведут. Не сказать, что это полезно, либо вредно. Для каждого что-то своё. А вот какой бы вы спорт назвали полезным, скажем так, ну, не травматичным, а действительно полезным? Вид спорта. Вид спорта или всё-таки физической культуры? Вот, допустим, если человек физкультурой занимается для себя, он чувствует, что ему мало этого и хочет действительно заняться каким-то спортом определённым, но не травматичным. Ну, тогда, вы знаете, я, наверное, назову плавание, потому что во время плавания, конечно, нагружается весь организм, все мышечные системы, вся мышечная система очень полезна для спины, потому что у нашего, знаете, уже даже у молодого поколения сейчас очень много таких заболеваний, как остеохондроз генеративных, да, поэтому плавание, конечно, в данном случае очень полезная штука. Дети. Все любят детей, у всех есть дети, у нас есть. То есть как выбрать правильно для ребёнка спорт и в каком возрасте об этом вообще нужно задумываться и в каком возрасте отдавать? Вы знаете, я, наверное, опять повторюсь, скажу, что всё индивидуально очень. Дети разные, у каждого свой темперамент, у каждого своя физическая подготовка, у каждого свой уровень здоровья у детей. Поэтому и, конечно же, ещё нужно учитывать, хорошо бы учитывать желания всё-таки детей, потому что заставлять заниматься ребёнка спортом из-под палки, так скажем, да, это не очень, на самом деле, успешно, не очень удачно. Поэтому разнообразие очень большое, поэтому с 5-6 лет уже достаточно такой возраст, когда ребёнка можно давать в спорт. Но, безусловно, конечно, сначала нужна консультация спортивного врача или педиатра, потому что допуск должен быть обязательно. То есть ребёнка нужно обследовать перед тем, как отдавать ребёнка в спорт. Но вот сейчас большинство родителей, они заранее развитят своих детей, вы говорите, в 5-6 лет, допустим, куда-то отдавать в секцию. Но, допустим, тех же самых грудничков, их там буквально с самого рождения, с месяца опускают в этот специальный бассейн со специалистами, они учатся плавать, нырять и так далее и тому подобное. Есть даже бэби-йога. Есть. Вот как вы к этому относитесь? Это правильно или всё-таки следует подождать какой-то момент? Вы знаете, ну, опять же, конечно, всё должно быть индивидуально, но вообще я вот за плавание, я за заранее плавание, потому что, конечно, укрепляется иммунитет, укрепляется мышечная такая система у ребёнка, поэтому... Ну, вот смотрите, допустим, потом специалисты говорят, что когда им приводят ребёнка в 4-5 лет, допустим, с тем же самым плаванием, их нужно всему переучать, потому что их неправильно воспитывали, неправильно учили нырять, но они делали неправильные упражнения. Вот вообще так ли это или нет? Ну, вы знаете, уже, конечно, вопрос, наверное, больше относится к тренерам, чем вот... Я могу сказать о пользе для здоровья, какой эффект? А что касается технических моментов, я здесь, наверное, не смогу ответить на наш вопрос. Может быть, это так, не знаю. На самом деле, какова техника плавания в данном возрасте, я не знаю. Потому что для здоровья это хорошо, на самом деле, ребёнка. Вот про здоровье. У нас сейчас очень популярна и развивается активная система ГТО. Есть вот здесь какая-то польза для здоровья и какая? Ну, вы, наверное, знаете, что движение ГТО у нас уже когда-то существовало, уже тогда в Советском Союзе ещё тогда. Это где-то с 1931, по-моему, года по 1991 год. И потом это всё прекратило существование, потому что распал Советский Союз. А в 2014 году вновь всё началось по указу президента. И, конечно, основные цели, которые президент преследовал, когда готовил этот документ, я думаю, что и сейчас это подтверждается, это, конечно же, развитие массового спорта. На это всё направлено. На то, чтобы люди занимались спортом, как взрослые, так и дети. На то, чтобы все придержали ролл-берзу жизни, чтобы посещали спортивные секции, на продолжительность жизни, на улучшение физических способностей каждого человека в отдельности. Вот на это. То есть польза очевидна? Польза очевидна, конечно. Татьяна Александровна, мы, естественно, отмечаем все День физкультурника. И в Челябинской области, в Челябинске пройдут очень много мероприятий, посвящённые этому дню. А вот какие? Вы могли бы о них немножко рассказать, буквально в двух словах? Да, конечно. В субботу у нас состоится праздник. Именно здесь, в стадионе Елесиной. Это будет сдача норм ГТО. Члены правительства Челябинской области, ЗАГС собрания, всех министерств готовятся к этому. Вот они будут состязаться и получать значки свои. И все здравоохранения, кстати, у нас тоже в этом активной части принимают. Мы уже получили все допуски, мы организовали медицинский осмотр, мы все уже готовы, ждём. Татьяна Александровна, а вот что бы вы пожелали всем южноуральцам в этот день замечательный? Ну, конечно, заботиться о своём здоровье, вести здоровый образ жизни, поскольку наше здоровье в наших руках. Ведь на 50% здоровье зависит от того, какой образ жизни мы ведём. Это очень важно. Ведите здоровый образ жизни! В программе «Наше утро» была Татьяна Номировская, главный специалист по спортивной медицине Минздрава Челябинской области. Ну, а прямо сейчас пришло время новостей. Продолжение следует... Продолжение следует...